Рисовать? Давайте начнем рисовать. Это будет урок какой-то? Это мастер-класс. Синие оттенки нам понадобятся. Белая? Изумрудная, белая, черная, голубая. И открываем всю луку, чтобы нам легче было работать. Для всех, да? Да, все открываем, чтобы нам было легко. Было легче. Вот сейчас происходит у нас голубое, но есть растяжка. Отсмотрите волна еще может быть разная. Может быть такая, такая. То есть зависит от фантазии художника. Можно по-любому изобразить. Берем синий цвет. Вот эту можно взять. Либо эту. На палитру. Светло-синюю, да? Можно светло-синюю. И на палитру наносим краску. Нужно взять краску погуще. Потому что краска от слова «густок вашего краска». Помыть их. Погуще можно взять. И теперь белило нужно смешать нужный нам цвет. Намешать, чтобы он был равномерный цвет. Пускай это будет только побелее. Посветлее. Вот примерно такой, чтобы у вас совпадало. Слишком светло? Нормально. Смешально? Да? Теперь нужно прочертить линию. Ну, примерно нужно наметить, где у вас будет заканчиваться небо. Прямую линию. Ну, немножко постоянную взять. Ровненькую провести. И все записать. Оставшееся белое пространство сверху только. Снизу мы не прошли. Оставшееся белое пространство сверху. Чтобы сделать растяжку, нужно помыть кисть и взять белый. Потому что небо к линии горизонта, оно светлее. Чем выше, тем оно темнее. Поэтому нужно к линии горизонта провести белую ситуацию. Да, надеюсь. Чтобы сделать немножко растяжку от линии горизонта и белый. Нужно белым, да? Да, белым. Ну, можно немножко с голубым смешать, чтобы... И растянуть, чтобы не было такого... Ну, чтобы плавный переход. Угу. Такой провести. Чтобы они соединились два цвета вместе. Да. Приятного аппетита. Специально. Да. Подписывайтесь на мой канал. Угу. 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 На палитру можно, чтобы она равномерно была. И проведем. Можно провести небо, которое... Воду. Прям просто. Вот там. Один режимом прижимаем и ведем. Откуда будет? Давай просто. Все стоять. Борщина. Ничего потом там в белом добавить. Все? Там или кисть? Погуще надо немножко, чтобы... Потому что в школе... Сегодняшний мастер-класс как дается? Тяжело, но я стараюсь, честно. Но очень интересно. Очень рад, что кто смог найти время, прийти и посетить эти подобные мастер-классы. Надеюсь, это у нас приобретет на постоянном таком основе мастер-классы шипнуть давать и вовлечет, как можно, больше людей заинтересованных в развитии своей художественной натуры. Я, по крайней мере, стараюсь в себе развить эти тонкие чувства. Ну, у вас опытный преподаватель, я думаю, что у вас опытный. Дай Бог, спасибо. Преподаватель очень хороший. Спасибо. А как ваши успехи? Ой, замечательные. И все? Вы когда-нибудь рисовали? Или для вас вообще обычное дело? Да нет, необычное. Я могу сказать, что я рисую с утра до вечера. Ну, в принципе, рисовал. Спасибо. Тоже такое. Давай с тобой... Видите, как все сразу заинтересовали. Мы сели, сразу все поэты. Я сразу обратила внимание на этот мастер. Так вот так получится? Надеюсь. Будет стараться. Пойдем. Зеленый, вообще по-разному. Да, такой. Ну, каждый художник по-разному. Да. Даже один в один нельзя повторить. Потому что все равно и краска по-другому будет. Изумрудную смешиваем с синим. Вот с этим, светло. Угу. Потому что у нас такая волна немножко изумрудная. И добавляем белило сюда. Первый цвет. Я тогда добавлю вот отсюда. Можно же добавить? Можно же добавить? Прямо нам же... Нужно погуще намешать, потому что... Нет, надо еще намешать. Латалья Сергеевна, повтори еще раз, что нужно? Изумрудный. И синий. И белило берем. Да. На палитру. Смешиваем их. Хорошо. И получается у нас такой вот светло-изумрудный цвет. И дальше рисуем опять. Проводим. Может музыку потише сделать? Нет, нет, все хорошо, слушай. Отлично. Постельно сложно. Постельно вот мне море. Очень сложно интерпретировать. Можно немножко посветление делать, если вам кажется, что перетемнили? Больше еще погнение, а это как у меня. Что для меня постельно? Средина? Какой же свет мы используем снизу, если видно здесь. То есть снизу мы тоже этим же светом рисуем. Проводим холодно. А между ними можно либо такую светлую, либо потемнее. Но потемнее, мне кажется, как-то глубина получается. Чтобы сделать такую потемнее, нужно добавить, что хочешь приятного. Какие смешать-то? Да, изумрудный, синий и черный капельку. Тёмно-синий, да? Ага. Ну вот это можно. Светлый. Можно тёмно-синий. Да, можно тёмно-синий. Можно кисточку поменьше. Да, можно кисточку поменьше, кстати, взять. Вот эта шетинка у вас есть поменьше, можно её поменьше взять. и добавить капельку черного. Капельку только, не сильно ротковую. Не попасть. Рисуем между ними, такую тёмную, холодную. Если большой, то можно бочком провести. У нас получится такая тёмная. Немножко нужно, чтобы не было такой чёткой границы. Нужно кисточкой? Я вам туда ещё позвоню, скажу точку. Опять нам гладить всё. Можно даже поменьше эту кисточку. В верхний краешек нужно гладить. В шее четырёх. Теперь там вроде не камни. Ну вот и песок стоит. Виктория. Часть не падается, уберёшь, а как область. Да, у тебя было столько. Нужно их гладить. С каркасом заберём. Теперь, как в каркасе. Да, как разходиться при делах. Можно и здесь, в которой сверху. Здесь, в обычном, в рабочий день. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Берем белую краску, нужно луками выжать, чтобы она не такая была. Среднюю берем, да? Можно среднюю, да. Нужно большую, без разницы. Главное, чтобы щетинка была пожестче. И выбираем, какую волну вы хотите сделать. Либо так, вот так, либо вот такую. Но если вы делаете так, то получается вот эта граница между синим и бирюзовым, вы немножко для себя намечаете, где будет волна. Прикладываю немножко, вот таким вот способом. Прикладываю и намечаю, где у меня будет идти волна. Вот здесь, потом она сужается, опять расширяется. То есть нужно немножко проследить, как идет волна. Да. А его злышки с носом с носом. Какой? Полусухой немножко кистью. Она начала еще у кого-то учились, прям рисовать. Аккуратненько говорю, прям, так кисточку держите. Прям, как вам всю жизнь рисовали. Ебуша акварель. Я техник, у меня акварельная техника. У меня воды здесь. Акварельная техника, я. У меня здесь воды, море на рисунке. Такого бытина узнала. Садёк? В российской местности, конечно, садёк. Инфессионизм. Я так вижу. Да, это самая лучшая отмазка. В 73-м году ЮНЕСКО заявило, что искусство несёт заявительный характер. Всё. Теперь смотри, что делать. Теперь скотч отрываем и направляем его от картины. От работы от своей, чтобы он не порвал. Я сама ещё не заходила. От работы. От работы. Дорогие руки. Они же каждый день рисуют. Ну, это всё доброе. Конечно. Я уже всё понял. Каждый раз. Хоть каждый выходной. Вы молодцы вообще. Вот, открываем. Я вам даю рамочки. Работу своим нужно оформить рам. Что время тебе звонил? Я не могу. Можно, кстати, в правом углу поставить свою подпись. Угу. Так художники делают. В правом нижнем углу. Да, в правом нижнем углу можно написать свою фамилию. Либо инициалы там. Нас ждите. 2 рублей. Нас ждите. 2 рублей. Рамочку сначала поставь. Вы мне так сфотографируйте. А я в рамочке потом ещё один сделаю. Ну, это что смог? Давайте в рамочку. Сейчас обязательно. А я сейчас дам. Стекло? Нет. Стекло? Стекла нету. Мы специально. Потом вот это? Нет сначала. А, Александр? Да-да-да. Всё. А то не было. Вы встаньте, я потом заберу. А вот с девушкой давайте вместе. Обязательно с девушкой. Да-да. Обязательно с девушкой. Да-да. Ну, давайте. Капитан Скорепин, вручокifет. Спасибо вам большое. Очень приятно было вас. Да-да. Спасибо. Спасибо. Я тебе покажу. Пятна himself hebben.